Уважаемые товарищи, сегодняшнее событие без всякого преувеличения является знаковым и символичным в истории нашего ведомства. В преддверии Дня защитников Отечества мы вручаем государственные награды и знамя прокуратуры людям, на плечах которых лежит ответственность за обеспечение безопасности, законности и, самое главное, правопорядка в нашем государстве. И не случайно сегодня собрались в Зале Победы, чтобы провести эту торжественную церемонию. Музей истории Великой Отечественной войны – это символ нашей государственности. Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство. Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом – неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил? Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди. Притом массово гибнут. Современные реваншисты провоцируют новые конфликты. И чтобы оправдать себя изо всех сил, пытаются переписать историю и забрать победу советского народа. А наследников народа-победителя нас с вами назвать агрессорами. Этого допустить мы не можем. Начатые Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут закончены и доведены до логического окончания. Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более трех миллионов человек, которые стали жертвами нацизма. Только в прошлом году мы установили около 300 мест захоронений. Все результаты проведенной работы представим мировому сообществу. Естественно, если это мировое сообщество к этому времени будет существовать и захочет узнать и услышать эти факты. Они станут напоминаниями о том, что так усиленно пытаются забыть современные последователи фашизма. Но мы и сами должны помнить, что не одно десятилетие потребовалось для восстановления довоенной численности населения республики. Благодаря неимоверным усилиям и труду белорусского народа наша страна обрела свой неповторимый современный облик. Уважаемые друзья, своей настойчивостью, принципиальностью при защите прав граждан, общественных и государственных интересов, честностью и патриотизмом вы завоевали немалый авторитет. В этом году прокуратура Беларуси отметит вековой юбилей. И пусть знамя, как особая реликвия, напоминает нам о священном долге каждого гражданина служить своему Отечеству. Я хочу поздравить всех вас с вручением государственных наград и знамени, вашего знамени, знамени прокуратуры. Желаю здоровья, благополучия, профессиональных успехов на благо родной страны и, самое главное, мирного неба над головой. Нам надо сделать все, чтобы наша страна, испытавшая такое горе совсем недавно, оставалась мирной, независимой страной. И чтобы на нашей земле жили только мирные люди. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, позвольте выразить искреннюю признательность за ту высокую честь, которую вы оказали, вручив знамя органам прокуратуры. Мы обязуемся чтить и беречь переданную нам святыню как символ доверия государства прокурорской деятельности. Заверяю вас, что прокурорские работники и в дальнейшем будут на самом высоком уровне выполнять поставленные перед нами задачи. Разрешите, уважаемый Александр Григорьевич, по случаю этого памятного для нас события, вручить вам знак отличия прокурорских работников за заслуги и памятный сувенир, эмблему органов прокуратуры. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я вижу не просто исполнителей, сосредоточенных в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей, крайних, не последняя, думаю, это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Ну, это трудно переоценить. Это весьма важно. Запомните, это важно для всех тех, кто сегодня руководит страной и носит погоны. Мы раньше, вы чуть позже, молодые, уйдем из этой жизни, но мы всегда должны думать, а что мы оставим после себя. И вот эту память о тех далеких временах в этом зале нет ни одного человека, который прошел бы через те события. Но мы это знаем, потому что мы ближе были к тем зверствам, к нашей победе. Мы видели и знали людей, которые принесли нам эту победу. И нашим детям, новому поколению, мы должны это оформить и, что называется, положить на стол. Вот смотрите, что было, чтобы вы ценили, чтобы ни в коем случае не провоцировали народ и не были причиной тех столкновений и, не дай Бог, войны в современное время. Вот посмотрите на эти снимки. И сюда надо приводить молодежь наших детей и показывать, что было, и задавать им некоторым вопросом. Вы этого хотите? Война – это страшно. Ни я, ни вы не пережили, слава Богу, это страшное событие. Но я все чаще и чаще говорю в связи с тем психозом, который развернулся на фоне еще одного крупного психоза коронавируса, психозом разжигания в Европе войны, мы опять оказались в эпицентре этих событий. Я все чаще и чаще и журналистам, и другим говорю. Ну вот видите, вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений, я давно не помню такой погоды, жутко разразилась погода, ливень, мокрый снег, страшный ветер, все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали и иностранцы, и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я им спросил, ну теперь вы поняли, что война – это страшно, еще хуже будет, чем сейчас. А мы ведь привыкли к хорошим условиям. Поэтому нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если, я всегда народу открыто это говорю, мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество. Я обращаюсь к вам, чтобы вот этому молодняку вы передали весь свой опыт, пока вы живы, здоровы и работаете. Без вас они не смогут решать те задачи, которые будут стоять перед нами. Да и вы еще хлебнете в этой жизни. Вы видите, что творится вокруг нас, и чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать? Не я, не генеральный прокурор, не вы этого в полном объеме не знаете и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, скачать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку. Руководители областей прежде всего прошу, чтобы вы, не меньше, чем генеральная прокуратура, были готовы защитить мир в нашей стране. Андрей Иванович, спасибо вам огромное за то, что вы по-настоящему начали руководить. Я очень хотел бы самой лучшей прокуратурой нашей современности. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ